Дмитрий Аграновский 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 обрести в полном смысле этого слова государственность Донецкой и Луганской Народных Республик. И второй вопрос, это, конечно, обеспечение безопасности России. Обеспечение безопасности России прямо связано со второй идеей, которая высказана в документе, в заявлении. Это оценка деятельности НАТО как абсолютно агрессивной структуры. В былые времена функционирование НАТО объяснялось необходимостью противостоять коммунистической угрозе. Но почему-то с течением времени, когда не стало ни Советского Союза, ни Варшавского договора, НАТО никуда не исчезло, а только продолжало расширять ареал своей деятельности. Поэтому НАТО еще раз характеризуется как крайне агрессивная организация, которая несет угрозу современному миру, доказательства Югославия, доказательства и то, что происходило все это время на Украине. Поэтому перспективы вступления Украины в НАТО, втягивания Украины в НАТО мы рассматриваем как крайне негативный сценарий развития событий. Для нас – да. Для самого украинского народа – да. Но есть еще третий момент. Мы считаем, что это угроза и для всей Европы, а значит и для всего мира. И эта идея отдельная и выпукла тоже показана в заявлении. Мы исходим из того, что Соединенные Штаты Америки в своей политике антиукраинской, антироссийской проводят одновременно и политику антиевропейскую. Потому что, по сути дела, продолжается колонизация Европы военными силами США. Да и в экономическом отношении происходят некие новые вещи. Они явно выпукло, ярко проявились вперед президентства Трампа. И никуда не делись сейчас, хотя стилистически Вашингтон стал проявлять больше уважения к европейским своим партнерам. Но, в отличие от былых периодов, когда США как бы вместе с Европой старались конкурировать с Советским Союзом, в том числе не только политически, но и экономически, то теперь происходит перестройка определенная. Когда США, для того, чтобы выдержать конкуренцию с растущим, экономически стремительно растущим Китаем, готовы Европой пожертвовать. Они за счет Европы намерены сегодня оставаться ведущей экономикой мира. По-другому просто не получается. Значит, следующий момент, который отражен в документе, это наша конкретно позиция по позиции Компартии по Украине, по Донбассу. Мы считаем, что крайне важно оказать помощь населению Донбасса. Эта помощь по нашим каналам, с учетом наших возможностей использовалась всегда. Здесь и программа «Дети России и Детям Донбасса», которую Голодя Андреевич начинал вместе с Кобзоном и Гварухиным. Их уже нет в живых, но программа продолжается. Более того, договорились о том, чтобы расширить ее в текущих условиях. И лидер КПРФ эту программу по-прежнему патронирует. Мы отправили много гуманитарных конвоев. Сейчас из одного факта гуманитарного конвоя «Единая Россия» раздувает целую пиар-акцию. Давайте просто помогать. Давайте как-то вспомним на самом деле, кто последовательно, методично оказывал помощь и поддержку Донбассу все это время. И здесь я опять не могу не назвать фамилию Зюганова Геннадия Андреевича, фамилию Владимира Ивановича Кашина, фамилию Казбека Куцухуча-Тайсаева, Коломейцева Николая Васильевича и многих наших других товарищей, которые эту помощь, эту поддержку населению Донецка, Луганской народных республик оказывали весь этот период времени и здесь, из Москвы, и из сопредельных регионов, которые непосредственно ограничат территорию ДНР и ЛНР. Поэтому есть беженцы, которым нужно помогать здесь, и есть те, кто остался там, мирные граждане, которым нужно помогать непосредственно на территории Донецкой и Луганской народных республик. Ключевая задача – это демилитаризация, дефашизация Украины. Мы видели наглядно, как демонтировалась государственность Украины, как особым решающим этапом на этом пути стал государственный переворот 2014 года, когда вообще народ Украины перестал что-либо решать. Тогда, когда у него появилась возможность использовать демократические процедуры, он их задействовал в полной мере. И именно поэтому Зеленский стал президентом, потому что Порошенко был, по сути, волей народа отправлен в отставку, был поддержан Зеленский как президент мира на Донбассе, как президент улучшения отношений с Россией, восстановления нормальных отношений с Россией. Он был поддержан как президент свободы русского языка на Украине и перевернулся на 180 градусов после того, как вступил в должность президента. Это означает, что политическая система Украины полностью оторвалась от народных масс, демократические процедуры перестали что-либо значить, а власть Украины легла под нациков, под бандеровцев и полностью стала проводить прозападную политику. Поэтому мириться с этим невозможно. И это, еще раз повторяю, я в заявлении это педалируется четко, это наша позиция, мы на ней всегда настаивали. Это не только интересам России противоречит. Бандеризация и милитаризация Украины. Она противоречит интересам самого украинского народа, который оказывается жертвой этой политики, и вообще всем народам Европы, а значит и всем народам мира. Николай Николаевич, но вот еще в начале недели, честно говоря, мы не ожидали таких событий. Ну, мы достаточно, скажем так, простые наблюдатели. А что все-таки стало вот этим триггером? Почему эта операция началась? Что переполнило чашу терпения? Ну, я думаю, что это негативная реакция Запада на все предложения, которые мы пытались сделать для того, чтобы там навести какой-то порядок. Я просто что еще хочу сказать, вот с учетом развернувшейся дискуссии среди левых, псевдо-левых и прочих. Конечно, для нас капля украинской крови столь же дорога, сколь и русской. Это наш единый народ. Но вот те, кто сейчас льют крокодиловы слезы, они что делали в 8 лет? Когда Одессу жгли, когда там 40 человек заживо сожгли, избили прутами, душили телефонными проводами, когда сотни тысяч лишились работы, сели в тюрьму, когда били ветеранов, женщин, причем на 9 мая, которые освободили вот эту всю страну. Где они все были тогда? Конечно, да, задним умом все крепкие. Надо было до этого. Надо, надо, надо. Но это все, что, понимаете, сказать Черчиллю в 40-м году. А ты в 33-м вообще где был? Получается так, что в 40-м ему что, сопротивляться, что ли, не надо? Деноцификация должна быть проведена в каком смысле? Как в 45-м. Все партии, движения, где есть слова Бандера и Шухевич, должны быть запрещены, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Все те, кто совершал преступления на Украине с 14-го года. Имина все известны. Я очень прошу наших братьев и сестер, но не будьте вы пушечным мясом для этой сволочи. Они же убили 100 человек на площади, на Майдане, просто чтобы прийти к власти. Просто для этого. Для них люди мусор. Никто. Они и сейчас пытаются использовать гражданское население, как живые щиты, чтобы свои трусливые задницы, я имею в виду, спасти от неминуемого возмездия. Также помните, как Гитлер по щекам хлопал молодых ребят, которых он швырял на наши танки, в последнем возможность, чтобы еще день, два, три прожить на этой бренной земле. Я считаю, что будущее нашей страны – это воссоединение России с Украиной, конечно, на добровольных основах. Если украинский народ окажет нам такую честь. Но ведь он уже голосовал за Советский Союз 17 марта 1991-го. Где же была вся эта так называемая интеллигенция, когда потом всю эту волю растоптали к чертовой матери, понимаете? Не спросили их ни о чем. Где они были, когда Порошенко злобно орал? Будете сидеть с вашими детьми в подвалах, никуда не денетесь. Ну, где они все были? И последнее. Вы знаете, смешно мне, и как историку, и просто как уже человеку, которому не 20 лет, слышать, что сейчас идут олигархические разборки. Не надо вставать на одну сторону. Ведь понимаете, в 1944 году, когда американцы дрались в Орденах, американцы тоже были империалистической страной. Формально с этой, и дрались они тоже с империалистической страной. Ну, неужели Сталин был бы таким же дебилом, вот как эти сейчас псевдолевые, когда бы сказал, да нам вообще все равно, да пусть они там что хотят, то и делают. Потому что американские солдаты, по своим там причинам, я не знаю, долго можно рассуждать, они, сражаясь там, они спасали жизни наших тогда. Так получилось. Поэтому, если мы сейчас поддерживаем нашу власть в этой операции, хотя к ней полно вопросов, они никуда не пропали. Ни пенсионная реформа, ни репрессии против левой оппозиции, они здесь все есть. Но мы должны исходить из того, эта операция приближает хотя бы на полдюйма социализм вообще и там, и здесь. Если да, мы за, если нет, мы против. Я считаю, что приближает, потому что, по крайней мере, будет свободна коммунистическая партия на Украине, наконец-то, будет возрождение этого. Конечно, много придется сделать, чтобы обустроить страну, но с чего-то надо начинать. В одном очень частном вопросе хочу поддержать Николай Николаевич. Каком? Все равно нашу программу услышат не только на территории России. Вот не надо хвататься за чемоданы, садиться в машины и бежать из Киева куда-то и так далее. Вы можете оказаться живым щитом у отморозков. Начиная просто с жертвы криминала можете стать. Обычно, даже не бандеровского, просто криминала. И заканчивая разными спецоперациями тех же самых нациков, оставайтесь дома. Никто мирные города не бомбит. Это уже факт. Это не просто заявление Министерства обороны. Не ставьте свои семьи под угрозу. Сергей Станиславович, ну а как вы и как ваша организация относится к происходящим событиям? Ну надо четко зафиксировать, друзья, что Донбасс, Луганск выстрадали, выстрадали. В первую очередь это их заслуга. Не Путина, там и не наши даже. Хотя и Компартия, и Левый фронт помогали все эти годы. И наши ребята ездили в 2014 году там, воевали и погибали, как и Назволы, как и многие другие. Они выстрадали свою независимость. Они выстрадали право самим определять, с кем они хотят быть. С Россией, с Украиной, еще как-то. И это их священное право. Поэтому мы, конечно, все эти последние дни искренне рады, счастливы просто-напросто, что наконец этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. И КПРФ, и Левый фронт, и Николай Николаевич Платошкин. Все мы говорили эти годы, надо признавать, не только признавать, надо присоединять к России, я считаю, глубоко убежден эти территории. Потому что это их воля, высказанная на референдумах 2014 года. Воля народа для нас священна. Я всем нашим критикам, которые сейчас пытаются нас обвинить в том, что мы солидаризировались с властью, путинской властью. Подчеркнуть этим критикам, мы не с путинской властью солидаризировались, которая, безусловно, буржуазна, антисоциальна и антинародна в глобальном понимании. Мы солидаризируемся с народами Донбасса, с жителями Донбасса, Луганска и других территорий Украины, которые ненавидят бандеровщину, ненавидят этот неонацизм и хотят жить свободно, мирно и в соответствии со своей волей. Там, где они хотят, а они многие хотят жить с Россией. Это первично. Второй очень важный тезис, который я хочу подчеркнуть, безусловно, мы патриоты, мы в коей мере не можем занимать позицию какого-то пораженчества в данной ситуации, но в то же время, и я рад, что в заявлении КПРФ это отмечено, мы не должны забывать суть и природу нашей власти. Она тоже не идеальна. Справедливо, киевская власть обвиняется в тех грехах, которые за ней есть, в поддержке нацистов, бандерщине, ультралиберализме, зависимости тотальной от стран Запада. Они марионетки. И Порошенко, и Зеленский, это все марионетки. И мы сейчас, конечно, должны обращаться к мирным жителям, к обычным жителям Украины. У меня там родственники есть, да, они тоже сейчас в шоковом состоянии, но когда я с ними разговариваю по телефону или еще как-то, я их убеждаю, будьте спокойны, и наоборот, вы там наводите в первую очередь порядок. Не будьте живым щитом у этой бандеровской сволочи, наводите порядок, поднимайте акции протеста, за мир, убирайте этого Зеленского. Мы не можем, мы же не хотим вас оккупировать, что там, установить оккупационный режим на этой территории. Нет, мы за то, чтобы народ Украины мог свободно тоже свою волю изъявлять. Но параллельно мы здесь должны усиливать, я думаю, сейчас борьбу за социалистические перемены внутри России, потому что сейчас будет тяжелейший период в нашей жизни. Запад оголтело будет душить Россию всеми способами. На прямой военный конфликт они вряд ли решатся, но экономическое удушение, как было с Советским Союзом, тотальная холодная война по всем фронтам. И если здесь, в России, не будет перемен в сторону социализма, сплотить народ здесь у нас будет очень тяжело. Потому что когда, с одной стороны, Путин и его окружение говорят правильные патриотические слова и предпринимаются, хоть и запоздало, но правильные действия, мы это поддерживаем. Но когда параллельно собирают олигархов и ни слова не говорят о том, что нужно делиться с народом, что нужно сюда возвращать капиталы, что нужно вводить прогрессивные налогообложения, что нужно контролировать цены, которые сейчас, безусловно, будут расти под влиянием всех этих санкций, инфляции и прочее. Вот это нас возмущает. И мы должны четко говорить, в чем мы поддерживаем и солидарны с властью, а в чем мы категорически не совпадаем, чтобы не было ощущения у людей, что мы уже в унисон, сейчас чуть ли не единым целым выступаем с путинским режимом. Зерна отделять от плевел. И тогда или мы должны вынудить путинскую власть двигаться влево, это сейчас очень важно, или пусть народ тогда понимает, что единственная опора и надежда на будущее в России это левопатриотическая коалиция, все наши организации, КПРФ, новый социализм, Левый фронт и все остальные. И это будет правильный политический вектор нашей работы. Владимир Сергеевич, но тем не менее, что послужило толчком к началу таких решительных действий? Мы 8 лет ругали нашу власть, упрекали ее за нерешительность, за то, что происходят эти обстрелы, ничего не меняется. Может быть, ну конечно и позиция по НАТО, но и слова Владимира Зеленского о том, что они собираются форсировать работу над ядерным оружием, это уже что-то было запредельное. Ну, сегодня совершенно очевидно стало ясно, что западные страны, прежде всего Соединенные Штаты Америки, пытаются именно создать из Украины плацдарм, военный плацдарм для давления на Россию, для использования ее, в том числе, возможно, в каких-то даже военных авантюрах или же военных провокациях. Диагноз, который был поставлен нашим руководством, совершенно четко Россия не может терпеть эту ситуацию, это непосредственно угрожает ее национальной безопасности. И последние как раз вот эти все маневры на протяжении последних двух месяцев, начиная с середины декабря, лишний раз показали или продемонстрировали, что Украина действительно остается здесь вот этой, одной из таких козырных карт. Было также заявлено, что возможно, так сказать, действительно существуют планы размещения ударных вооружений на территории Украины с соответствующими сегодня какими-то очень серьезными проблемами для нашей безопасности. Также надо сказать, что наше руководство осознало по всей видимости тот факт, что нельзя жить по принципу «а ладно, через 5 или через 10 лет то ли нас не будет, то ли может быть еще что-то изменится, давайте все это отложим на потом». Наверное, было принято решение и правильно решать эту проблему сейчас, сейчас именно и достаточно жестко. И в общем то, что на сегодняшний день получается, пока мы видим, что если даже Запад и отказывается признать, что двери Альянса закрываются, что политика свободных дверей никуда не ведет, давайте сошлемся на то, что я позволю себя процитировать даже в нашей передаче, то, что вот во многочисленных речах, которые последовали из Киева, сказал президент Зеленский. Он сказал народу одну простую вещь. Нас все бросили. Никто не будет защищать сегодня Украину. И второй ягод позвонил 27 лидерам стран НАТО. Я спросил их, так сказать, хотели, будут ли они голосовать за прием Украины в НАТО. Я не услышал никакого ответа. Более того, у них у всех был страх, что сегодня Украину еще примут в НАТО. Вот такова сегодня реальность. И наша вот эта военная операция, спецоперация лишний раз показала циничное отношение. Может быть, это самое главное, циничное отношение Запада к Украине. Совершенно Украина это такая разменная карта в геополитической игре против России. Никакого интереса к процветающей, экономически благополучной Украине нет, не было и быть не может. Вот это, может быть, самое главное, что показывают последние события. И более того, может быть, сегодня даже нынешняя власть украинская начинает понимать, что действительно грузинское событие, грузинский вариант 2008 года – это и судьба Украины. Со всеми отсюда вытекающими долгосрочными последствиями. Да, я думаю, грузинским вариантом еще не обойдется. Дмитрий Георгиевич, 8 лет мы предлагали переговоры, мы пытались, как проявляли инициативу, настаивали на выполнение минских соглашений, с нами разговаривали. Не то, что отрицали, а просто разговаривали высокомерно. Теперь Зеленский говорит, что он не боится переговоров с Путиным. Ну, в том смысле, что согласен. А на ваш взгляд, следует сейчас с Зеленским вести переговоры и вообще с кем сейчас стоит договариваться? Лукашенко говорит, что давайте договаривайтесь, пока не поздно, пока все не потеряли. Ну, вот сейчас это один из тех вопросов, которые журналисты задают самых разных окрасок, самых разных средств массовой информации. И меня поражает иногда вот такая динамика разговора, когда ведущие на какой-то политической, на какой-то политической программе задают вопрос, а как отреагируют на происходящее событие мировое сообщество? И потом начинается небезынтересный разговор, но все мировое сообщество сводится к реакции Запада. Вот мировое сообщество – это Запад, это США и Европа. И все, и на этом разговор обрывается. Повторяю, это небезынтересно, это важно проигрывать, анализировать, как ведет себя Евросоюз, Соединенные Штаты Америки. Но когда вот идут эти бесконечные разговоры о санкциях, и о том, что они приобретут какой-то глобальный характер, это смешно немножко, потому что мир давно изменился. И мир живет не в ситуации 19 века, когда все определял узкий круг колониальных империй, все на этой планете. Сегодня у России огромный потенциал, огромные возможности вести диалог политический, вести культурный обмен, вести развивать экономическое сотрудничество с самыми разными странами мира. Мы много говорим о сотрудничестве с Китаем. Но те, кто глубоко знают проблематику российско-китайскую, те скажут, что огромные возможности для дальнейшего экономического сотрудничества не используются. Нам есть чем заниматься на этом направлении. Мы очень много упускаем во взаимоотношениях с Вьетнамом, например. Мы могли бы придать существенно более энергичную динамику нашим связям. Вот хорошо, что сейчас Латинскую Америку посетила делегация Государственной Думы во главе с Володиным. Там и наш Иван Иванович Мельников, председатель комитета по международным делам Слуцкий и другие. Куба-Никарагуа. Огромный потенциал. Да, есть подвижки в последнее время. Но я пока не испытываю эйфории, потому что я вижу, сколько мы еще упускаем возможности на этих направлениях. Поэтому Запад не имеет возможности продиктовать волю России. Потому что мир это не Запад. Мир более широк, мир более многообразен. И я считаю, что у нас совершенно не безвыходная ситуация. Есть с кем налаживать связи, сотрудничать. И особенно приятно здесь отметить, что это те самые наши старые друзья, которые стали друзьями Союза Советских Социалистических Республик. И сегодня, я думаю, не испытывая иллюзий по поводу характера политической власти в России и той модели общественно-экономической, которую мы строим. Тем не менее, исходя из интересов многополярного мира, исходя из антиимпериалистических своих идей, исходя из идеи недопустимости господства Соединенных Штатов Америки в современном мире, они готовы с нами сотрудничать. Так что я считаю, что надо всерьез разворачиваться и к Востоку, и к Африке, и к Латинской Америке и развивать связи с этими государствами и странами. Николай Николаевич, совсем простой вопрос. Вот Минские соглашения, мы считали их невыгодными, но тем не менее они есть. Мы постоянно просили их выполнить. Украина их постоянно не выполняла. Но почему Англия и Франция, Германия и Франция, почему они все-таки не надавили за 8 лет на Зеленского? И сейчас бы просто не было этой ситуации. Ну, знаете, как историк могу ответить, да то же самое, что было в 30-е годы. Вот почему на Гитлера не надавили в 33-е годы? А надеялись, что он туда пойдет. Понимаете, он не к нам пойдет, не в Англию и Францию, он вот туда пойдет. И пусть идиот. Молодец, хорошо, замечательно, понимаете. И что касается Минских соглашений, вот дайте не будем все эти пункты перечислять, но опять для нашей вот интеллигенции, которая крокодиловы слезы льет, в чем собственно загвоздка этих соглашений? Предусматривались свободные выборы на Донбассе. Потому что они пытались сделать заколдованный круг. Мы с ними не будем разговаривать, потому что это неизвестно кто. Супер, давайте выборы проведем. Говорил Штайнмайер, еще будучи министром иностранного дела. Но они же понимали, что они их проиграют. Они отказывались их там проводить. И опять вот это шло, знаете, мыло мочало. Выборы проводить не будем, а раз их там нет, то и разговаривать нечем. Что же выборов-то испугались? Вот конкретный вопрос. И это мне напоминает, кстати, то, с чего вьетнамская война началась. В Южном Вьетнаме должны были под эгиду ООН проходить выборы. Американцы их сорвали, потому что понимали, что им там ничего вообще не светит. Что все это началось потом? Да, все это началось именно после того, началась война там. Понимаете? Вот и все. Вот эти вот двойные и тройные стандарты. И правильно было сказано. Помните, когда Чехословакия в 1938 году молила Англию и Францию, союзников военных, прийти на помощь? Только СССР был готов. А они говорят, да нам, ваше Чехословакии, пряжки на ботинках нашего гренадера не стоит. Идите к черту. И то же самое сейчас говорит и Байден. Заметьте, да хоть что там произойдет на Украине. Вообще ни одного солдата не пошлю. Поэтому украинский народ братский должен понимать, братья это мы. Потому что просто нам не все равно, что там происходит. У нас друзья знакомы. У нас тысячелетняя совместная история. Она показывает четко. Пытались отложиться от нас. Мазепа был шведской марионеткой. Сын Хмельницкого там польской марионеткой. Брестский мир из-за того был, что Центральная Рада предала общее государство с ним. Ну что потом? Ну немцы ограбили Украину в 18-м году. Грабил и Карл 12-й. Ну сколько можно наступать на одни и те же грабли? Единое государство – залог процветания. И действительно, новая ступень в борьбе за социалистическое переустройство России, от которой мы вообще не отказываемся. Этого не будет. И мы считаем, что эти шаги как раз, осложнения с Западом, они должны к чему привести? Коренной смене экономического курса. Вот по-другому у них уже просто не выйдет. Они, может быть, не хотят этого. Но если нам прекратят сейчас самолеты широко фюзеляжные поставлять, придется возрождать советский аэвопром или ходить пешком. И мы за возрождение нашей промышленности были и остаемся всегда. И в этой связи окажем полную поддержку. Если же экономический курс не будет изменен, страна может просто попасть в серьезнейший кризис, чего мы не хотим, конечно. Сергей Станиславович, на Украине установился режим самого настоящего апартеиды, как в свое время был в ЮАР. Действительно реальный режим, где дискриминировалась большая часть населения, в том числе и по языковому признаку. А почему, тем не менее, европейские страны, декларируя равенство, свободу, права человека, почему они помогали этому режиму? Знаю вообще с чем имеют дело? Ну, Дмитрий, я вот имею большой опыт взаимодействия с либеральной публикой. Ну, у нас в России, на Болотной площади, вы эту историю знаете. Я их очень хорошо изучил. Ну, мы там были по своим соображениям, да, мы не отыгрывали либералам, мы свою линию всегда проводили. Это всегда лицемерие и двойные стандарты. Это вообще в природе человека есть такие негативные качества, но у либеральной публики и псевдолиберальной, а не псевдолибералы в большинстве, это либерал-фашисты, которые не терпят иного мнения. В Европе, к сожалению, такие силы в основном и заправляют все последние годы, поэтому эти двойные стандарты мы ярким образом и наблюдаем в отношении Украины. Конечно, для них Украина это разменная карта, они всячески способствовали тому, чтобы Украина загорелась, заполыхала, вот этот Евромайдан подпитывали. Их задача была, ну, я ничего нового не говорю, это общеизвестный факт, их задача была создать на границе с Россией зону нестабильности, зону хаоса и поддерживать этот хаос бесконечно долго, бесконечно долго, чтобы ослаблять тем самым кого нас, Россию, своего конкурента. И сейчас меня, конечно, поразит и убивает, что так много еще осталось у нас людей, которые верят, верят во все эти сказки, бредовые абсолютно сказки про то, что нам нужно в объятия заключить Запад, подружиться, помириться, все отдать, Крым вернуть и так далее. И вот мы заживем, и будет нам всем счастье. Это вот те же унизительные для нас все эти тезисы, которые звучали при развале Советского Союза. К сожалению, выросли новые поколения, которые пропитались за последнее время вот этой ультралиберальной пропагандой. Это к вопросу о чем? Что нам, левопатриотическим силам, надо максимально сейчас усиливать нашу агитацию и пропаганду, особенно на молодежь направленную, потому что там еще этого псевдолиберального дурмана очень много. Сегодня надо акцентировать внимание на том, что при сохранении действующего буржуазного, во многом либерального курса, когда продолжается вот эта вредительская политика Центробанка, экономического блока правительства, когда наши деньги, сверхдоходы, которые сегодня поступают, они замораживаются, по сути, они не идут в реальный сектор экономики, они не идут в производство, они не идут в конце концов люди, которые продолжают получать мизерные нищенские зарплаты, я уж не говорю про пенсии. Поэтому здесь мы должны как раз, левопатриотические силы, стать рупором, рупором правды и справедливости и говорить, поддержка наших людей на Украине, на Донбассе это святое, но параллельно держать свой народ в полуголодном состоянии, это позорно. И вот тогда мы будем абсолютно честны, и тогда, я думаю, думающие люди именно к нам и потянутся, и будут поддерживать. И у правящей власти в России, как правильно сказал Николай Платошкин, будет только один выбор. Или становиться, по сути, под наши знамена, проводить национализацию, раскулачивать этих олигархов. Ведь сейчас, вот вчера Путин собирал этих олигархов. Почему не прозвучал тезис о том, Россия в тяжелейшей ситуации? Давайте, давайте делиться. Если от них не звучит, должно звучать от нас. Тогда стратегически мы будем набирать только силу, ветер будет дуть в наши паруса. И правильно. Или кремлевский режим под наши знамена должен вставать. И заканчивается этим антикоммунизмом. Потому что у Путина вот эта диалектика сидения на двух стульях продолжается. С одной стороны, патриотическая деятельность по поддержке Донбасса. И параллельно полить грязью советское прошлое, Ленина, большевиков, Сталина и всех. И сделать их якобы главными виновниками всех вот этих трагедий уже постсоветского периода. Владимир Сергеевич, но как ни странно, мне кажется, именно Запад относился к вот этим странам на территории Советского Союза или, к сожалению, бывшего Советского Союза. Не как к независимому государству, а просто как к пушечному мясу, как к антироссийским проектам. И мне кажется, что вот сейчас, допустим, у российского президента есть такое понимание. А у правящего класса, у правящей элиты есть такое понимание? Ведь не секрет, что наши банки, не будем их называть. Например, активно вели деятельность с Украиной, при этом не работали в Крыму. И многие компании точно так же. Не знаю уж, как изменится ли ситуация сейчас. Думаю, что этот диагноз поставлен совершенно правильно, потому что он вытекает из цели логики или идеологии капиталистического развития. Для капитала существуют территории и объекты для вложений, а не существуют люди. Не существуют конкретные, так сказать, живые люди со своими взглядами, представлениями. Может быть, даже со своими, если хотите, даже какими-нибудь фантазиями. Для них люди это просто источник получения прибыли. И в этом отношении не надо заблуждаться, что отношение и наших олигархов к Украине, оно, кстати сказать, не имело в своей основе вот этих вот идей национальной безопасности. Может быть, они даже наоборот считали, что Украина – это возможность тоже офшорной зоны, кстати, где они могут тоже прокручивать свои капиталы, не обязательно на Каймановых островах. И эта, я думаю, точка зрения, она, в общем, остается, понимаете, для, так сказать, это вытекает как бы из логики вообще ведения этого бизнеса. Может быть, именно поэтому сегодня, что бы там ни было с точки зрения нашего дальнейших шагов, о которых мы говорим, или эти встречи с представителями крупного капитала, но не надо забывать, что здесь есть еще и второе противоречие. Ведь если Россия хочет быть опять экономически достаточно близкой к Украине, встает вопрос, какие формы она изберет. Либо это будет форма, если хотите, национального проекта, который, может быть, дополнит предыдущие проекты, это будет наш совместный проект. Либо опять мы скажем, ну, пускай частный капитал и разруливает ситуацию на Украине. Вот, пускай он, как говорится, мы будем устанавливать вот эти экономические связи через укрепление позиции нашего крупного капитала на Украине. Вот он лучшим образом это и разрулит. Понимаете, вот это внутреннее диалектическое противоречие, оно есть, оно существует, потому что не совсем даже понятно, каким образом может быть сегодня интегрировать Россию и Украину. Это, кстати сказать, сегодня проходит и на Белоруссии, потому что, ну, тот же мать Лукашенко именно боится, что Белоруссия станет просто объектом получения прибыли для российских олигархов. Вот почему у нас все это идет весьма не шатко-не валко. Я думаю, что вот эта ситуация, она есть, она остается, она остается нерешенной этой проблемой. И, может быть, сегодня действительно надо обращать внимание хотя бы на Крым, на республики ДНР, ЛНР, которые мы признали. И было где-то там сказано, может быть, на наших предыдущих передачах. Вот давайте сделаем их, если хотите, так, нашей витриной или наших возможностей по отношению к Украине. Вот тогда, может быть, можно будет говорить уже на конкретных примерах, учитывая тот факт, как в свое время говорил классик, о котором часто вспоминали. Главное влияние на мир мы оказываем своим примером, своими успехами и своими действиями, и своими достижениями. Вот это и надо взять на вооружение. Дмитрий Георгиевич, вот в заявлении президиума ЦК КПРФ говорится о опыте широкого антивоенного движения, народной дипломатии, гуманитарного сотрудничества. У нашей партии в этом смысле богатый опыт, если я не ошибаюсь, 93 конвои мы отправили, это только если брать конвои, наше сотрудничество гораздо шире. Вот на сегодняшний день, как видит КПРФ свою роль именно в гуманитарном аспекте, ну и вопрос, который, наверное, нам всем задают. Будем ли мы как-то пытаться помочь восстановить на Украине Компартию? Первое, что я бы хотел сказать, это очень важно, мы сегодня невольно здесь полемизируем с теми, кого называем левыми псевдолевыми. Мне кажется, псевдолевые скорее, потому что, это, кстати, мировая тенденция, когда либерализм не мог приобрести должную популярность, он стал мимикрировать под левых. А на самом деле это абсолютно неолиберальные, враждебные левым силам идеи движения течения. И вот здесь очень важно подчеркнуть, есть жесткая, четкая разница между антивоенной позицией и капитулянской позицией. Это совершенно две разных истории. Потому что, слушайте, мы что, будем Сталина обвинять за то, что случилось 22 июня 41-го года? Или агрессора? У нас были те, кто Сталин обвинял. Мы помним эти истерики конца 80-х годов. И за этим забывали, что был еще агрессор. Вот Сталин совершил ошибки, но был еще агрессор. Да хрен с ним с агрессором. Давайте Сталина пообсуждаем. 22 июня 41-го года случилось потому, что был Гитлер в своей идеологии с его партией, пришедшей к власти. И его вовремя не остановили. И его не остановили. И тогда что? Да, Сталин выступал с миротворческих позиций. Предлагал международные конференции созывать. Лигу наций пытался поиспользовать для этого. Ничего из этого не получилось. Ну и что тогда? Прошло 8 лет с момента прихода Гитлера к власти. И нам пришлось сделать контртеррористическую карту. И с позиции миролюбия, с позиции антивоенных. Сталин что должен был? Взять штандарт с Кремля, снять и к ногам Гитлера положить? Вот для того, чтобы реализовать последовательно антивоенную политику, политику мира, нужно было сначала победить и прийти в Берлин. Поэтому если вы кричите про мир, давайте сделаем так, чтобы мы действительно могли надеяться на долговременный, прочный мир. Для этого гнида фашизма, пусть не даже доказывают, что Бандера это не фашист. Мы-то знаем другое. Мы знаем, на чьей стороне он воевал вместе с Шухевичем. Вы доказываете все, что угодно. Мы не самые дремучие люди. Мы немножко знаем исторические факты. Поэтому деноцификация любой страны, любого государства, не народа. Повторяю, народ за Зеленского как за антифашиста голосовал, а получил нового фашиста. В этом драматизм ситуации. Это самая диалектика сложной ситуации украинской. Сергей сегодня два раза это слово использовал. Вот она диалектика украинской ситуации. Что народ остается антифашистом, но он задавлен, задушен фашистскими формированиями, которые действуют при поддержке Запада. Вот если ты антифашист, начни с простых вещей, а потом уже про все остальное. С кем вести теперь диалог? Да нам, прежде всего, с народом нужно вести, с украинским диалог. Надо с ним разговаривать. Нужно разговаривать с теми, кто представляет интересы широких кругов этого народа. У нас, как отчерт отладано, российские власти в былые времена бегали от сотрудничества с Компартией Украины, которая имела большую фракцию Верховной Раде. Но они то с Морозом пытались сотрудничать, то Витренко пытались поддерживать. Лишь бы не с коммунистами, лишь бы не с Компартией. Но они же представляют интересы большого круга людей. Вот сейчас какая опасность есть. Допустим, процесс не только демилитаризации, но и деноцификация Украины пошел успешно. Но российская власть на эти процессы влияет. Вот какая угроза, что они попытаются сформировать новую элитку на Украине. Только будут говорить, вот это уже хорошая элита. Вот была плохая элита, а теперь хорошая. Она нам дружественная. И будут поддерживать возможности этой украинской элитки за счет чего-то этой элиткой быть. Кого-то грабить, свое уже население. Получать какие-то преференции из России. У нас уже Юлия Тимошенко когда-то пытались... Кто ее газовой принцессой сделал? Не Россия, что ли? Не Москва? Что надеялись, что она станет пророссийской? Вот сейчас такая же опасность, что российская власть, осуществляя с одной стороны демилитаризацию и деноцификацию Украины, пойдет по пути диалога с элитой, с новой элитой, которую они начнут сейчас сформировать, а не с украинским народом. Вот в этом отношении я считаю, что да, мы в начале пути. Всегда история-то начала пути. Вот сейчас нам нужно восстановление дружеских отношений с Украиной, с тем, чтобы затем вместе нам, коммунистам, нам, левым российским, чтобы затем вместе с левыми украинскими, с теми, кто отвечает интересам трудящихся Украины, вести борьбу за главный, за социализм. И это та последняя точка, которая в заявлении президиума ЦК поставлена, что в конечном счете главные вопросы мы решим тогда, когда и украинский, и российский народ пойдут по пути строительства социализма. А здесь заодно можем цитату Ленина вспомнить, что у трудящихся Украины и России есть общее будущее, если они будут вместе. Если будет порознь, нас задушат. Ну, отсюда, Николай Николаевич, вот к вам как раз заключительный вопрос. Наша цель строительства социализма, и это не просто цель, а потому что в этом наше спасение, я думаю, спасение всего человечества. На ваш взгляд, в свете происходящих событий, эта задача сейчас облегчается или затрудняется? Да, конечно, эта задача облегчается, поэтому мы поддерживаем борьбу с бандеровцами. Еще раз действительно призываем мирное население Украины. Вы наши братья. Да мы последнее сделаем, чтобы у вас там волос с вашей головы не упал. Сидите дома, не будьте мишенью. А что касается денацификации, было две после войны. ФРГ, ГДР. Только ФРГ, понимаете, справочки выписывали. И эти же самые сотрудники гестапо переходили потом в БНД. Судьи так и продолжали быть судьями. В результате, что там через 10 лет коммунисты оказались в лагерях опять из нацистов. А была нацификация в ГДР. И в чем была разница между этими двумя государствами. А что ГДР был и остается, кстати, до сих пор единственным немецким государством с территорией, которой никогда не исходила ни война, ни даже ее угроза. Поэтому действительно наш идеал сейчас в отношении Украины это денацификация по образцу ГДР и будущее воссоединение в единое социалистическое государство. Здесь еще одна важная вещь. Коль скоро мы сегодня ввели негласную полемику с пресловутыми российскими и неолибералами. Ведь иногда они попытаются хитро зайти. Хитро зайти и эксплуатировать эгоистические настроения людей. А не случится ли так, что мы все станем беднее? Что вот помогая Украине, вкладываясь в Украину, вкладываясь в войну, как они говорят, поддерживая Донецк и Луганск, их же восстанавливать теперь придется. Не получится ли так, что мы все станем беднее? Не станет ли российская политика от этого еще более антисоциальной? Две вещи смешивают. Антисоциальный характер российской политики и наши братские отношения. Если мы один народ, если мы ветви одного народа, вот этот меркантильный подход, а не станем ли мы жить беднее, извините, мы станем богаче. Всегда, когда люди объединяются, они живут богаче. Поэтому интеграция идет во всем мире. Поэтому Евросоюз сквозь склоки, дрязги, скандалы идет по пути объединения. Посмотрите, сколько в Латинской Америке интеграционных структур. Там они это бесконечно обсуждают, хорошо они работают или плохо. Но не отказываются от этих интеграционных структур. Они пытаются придать им большую эффективность. Поэтому в конечном счете будем жить богаче от сложения сил. Но придется прийти, может быть, через сложные периоды. Если это мы, семья, мы должны быть к этому готовы. В любом случае, вновь после Крыма маятник истории качнулся в правильную сторону. А с вами была программа «Товарищ Ксирения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok